МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Все, что произошло на уходящей неделе, обсудим в итогах на своем. Меня зовут Никита Шишков, и вот о чем пойдет речь далее. Сильный ветер на Ставрополье. Какие беды принесла с собой стихия? Коронавирус накануне учебного года. Что говорят инфекционисты? И Кисловодск строит большой культурный центр. Это если вкратце. Ну а теперь к полному анонсу выпуска. В Шпаковском округе пожар охватил десятки гектаров степей. Каков ущерб и как стихия мешала спасателям? Переехать помогут. Почему строить жилье в селе выгодно? Рука помощи. Как беженцы из Донбасса обживаются в Невиномыске? Клубника в начале апреля и арбузы на Новый год. Чем еще удивятся ставропольские фермеры? Об этом мы не только расскажем в выпуске. Выпуск последней рабочей недели лета мы начнем с того же, с чего начинали в прошлый раз. Новая волна заболеваемости коронавирусом по-прежнему вызывает опасения. Вот статистика за эту неделю. График постоянно стремится вверх и спокойно преодолел отметку в полтысячи человек в сутки. То есть за неделю в сумме на больничной отправились больше двух тысяч человек. Не самая приятная перспектива, особенно в преддверии сентября и начала нового учебного года. Смертность почти все это время держится на нулевой отметке, что не может не радовать. Уровень госпитализации тоже остается невысоким. Об этом рассказали на еженедельной планерке в краевом правительстве. Значительно меньше стало пациентов со сложным протеканием болезни. Сократилась и продолжительность срока госпитализации. На сегодняшний день свободно около 60% реанимационных коек. Никто никаких ограничительных мер, кроме рекомендаций, которые мы выпустили с вами на прошлой неделе, никто не собирается ничего вводить. Потому что мы четко понимаем, что ситуация очень жестко контролируется со стороны врачебного сообщества. Ну и мы вместе с вами ее, слава богу, держим в контроле. И если верить лабораторной статистике, штамм коронавируса Омикрон по-прежнему в лидерах. Он наиболее заразен, но менее опасен. Справляются ли врачи и какие советы дают ставропольцам? Анастасия Зубрицкая отправилась в инфекционку за ответами. Ставропольская краевая инфекционная больница. Именно здесь врачи одни из первых берут на себя основной удар по лечению больных с ковидом. Как дела обстоят на этот раз, сейчас узнаем у главврача. Прогнозы вполне оптимистичные. По сравнению с Дельта, Омикрон протекает легче. Количество реанимационных пациентов значительно меньше. Количество пациентов, которые госпитализируются, значительно меньше. Но, тем не менее, заболеваемость среди общества высокая, достаточно высокая. Это сезонный рост заболеваемости, как уже удалось установить специалистам пик коронавирусной инфекции. Как раз и приходится на конец летом, начало осени. В начале заболевания это всегда температура 39-40, катаральный синдром со стороны как верхних, так и нижних дыхательных путей. А также катаральный синдром со стороны кишечника. Кстати, вот для нынешнего варианта омикрона характерно проявление со стороны кишечника. И, кстати, у детей омикрон начинается как рядовая вирусная кишечная инфекция. В последние дни наблюдается подъем заболеваемости. Несмотря на то, что большинство справляется с инфекцией в домашних условиях, есть и те, кто попадает со сложнениями в больнице. Однако к наплыву пациентов наши врачи готовы. Могу успокоить наших граждан во всеоружии. Более того, мы научились лечить разные варианты коронавирусной инфекции. Мы вооружены мощными средствами противовирусными, внутривенными. Эти препараты все время совершенствуются. Сейчас мы вооружены таблетированными, капсулированными препаратами, которые отечественного производства и которые эффективно работают. Противодействие коронавирусной инфекции накануне обсудили губернатор Владимир Владимиров и министр здравоохранения края Владимир Колесников на рабочей встрече. Мощности инфекционных больниц сегодня достаточно. У нас в последние две недели идет подъем роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Мы с вами принимали решение на прошлом штабе о том, что будем разворачивать дополнительно койки. Будем внимательно смотреть за реанимацией и особо внимательно будем смотреть за смертностью от новой коронавирусной инфекции. Сейчас как обстоит? Мы видим рост заболеваемости коронавирусной инфекции. За последние четыре недели почти в два с половиной раза увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекции. Мы открываем еще дополнительно 165 коек. Всего будет задействовано сейчас 635 коек для лечения пациентов коронавирусной инфекции. Подавляющая часть пациентов, которые оказываются на больничной койке с коронавирусом, не привиты или не ревакцинированы. Вакцинация по-прежнему остается основным средством защиты от инфекции. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями специалисты рекомендуют привиться в первую очередь. В регионе развернуты 118 пунктов вакцинации, 18 из которых круглосуточные. Остальные работают до 19.00. Список доступен на сайте Краевого Минздрава. Однако не стоит забывать об элементарных средствах защиты и профилактике. Обогатите свой рацион витаминами, тем более сезон к этому располагает. Почаще мойте руки. Ну а если вы в местах массового скопления людей, следует надеть уже многими забытую маску. Помните, предупрежден, значит вооружен. Ну а начали себя защищать Анастасия Зубрицкая и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. И думаю, перед наступлением холодного сезона самой надежной мерой будет сделать прививку. Многие мифы первой волны вакцинации остались в прошлом. За больше чем полтора года препарат на себе проверили миллионы человек. Даже у нас в августе добрая часть телекомпании сделала прививку. В том числе и ваш покорный слуга. Ну а еще эта неделя усиленно проверяла ставропольцев на прочность. Начиная с понедельника край накрыл сильный ветер, который длился около пяти суток. И как можно догадаться, жара в паре с ураганными порывами – плохое сочетание в смысле пожарной безопасности. В четверг ландшафтный пожар вспыхнул под Ставрополем в районе Сенгелеевского водохранилища. Площадь возгорания до 300 гектаров. Наша съемочная группа тоже побывала на месте происшествия. День в поселке Озерном выдался, мягко говоря, тревожным. В районе Сенгелеевского водохранилища загорелась сухая трава. Ландшафтный пожар сначала распространился на 30 гектаров. Но затем беда буквально постучалась в дверь. Из-за сильного ветра огонь за короткое время перешел на дома. Два человека обратились за помощью к медикам. Госпитализация им не потребовалась. Не доезжая к Равцову озеру, смотрю, горит с правой стороны. С правой. Не здесь. Но я думаю, там она обочина горела. Чуть-чуть. Но думаю, сейчас потухнет. И поехал дальше. Она перемахнула через асфальт. И сюда. И как она минут 15-20 шла. Десяток сараев погорело. Там у кого мотоциклы, машина одна, две сгорели. Машины. Не знаю, я точно не знаю. Сгорели два жилых дома. Пострадали и хозпостройки. В квартирах в двухэтажном здании получила сильные повреждения. Мне постучали гореть горы. Я выскочил туда-сюда. Минут пять, а у меня уже кухня загорелась. Пока кухню тушил, ну вот в чем был, в том и выскочил. Уже окна начали гореть. Уже все. Не спасешь. К тушению пожара привлекли 84 человека и 42 единицы техники. Экстренные службы сработали оперативно. К середине дня участки возгорания в Озерном локализовали. Сейчас пожарные продолжают работу. Из-за сильной ветровой нагрузки и высокой температуры огонь перешел на два жилых дома. Все силы направлены на защиту населенного пункта, скорейшую ликвидацию возгорания. Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу оперативно восстановить дома, пострадавшие от пожара. Глава региона добавил, администрация Ставрополя должна приложить все силы для помощи людям в короткие сроки. Мы продолжим следить за ситуацией. Виктория Шкальная, Анастасия Толстолуцкая и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. И вот хотя лето подходит к концу, еще остается время, когда можно многое успеть сделать. Например, ремонты и стройки. И вот тут диапазон большой. От комнаты на даче до возведения школы на пару тысяч мест. Но большие проекты – это прерогатива больших инвесторов. А обзавестись новым жильем летом вполне можно. Особенно с помощью региона. Например, механизмом сельской ипотеки уже воспользовались больше двух тысяч жителей Ставрополя. Это льготный кредит под 3% годовых, на который можно купить земельный участок, готовый частный дом или построить жилье на имеющемся участке. Действует программа на небольшие города и села с населением до 30 тысяч человек. И, как сообщают в управлении информполитики краевого правительства, за минувшие три года региональный Минсельхоз выдал займы на больше чем 3,5 миллиарда рублей. И сейчас в процессе одобрения еще почти тысячи заявок. Ну что ж, это была только первая часть выпуска, но далее еще немало интересного. Это итоги на своем, и вот о чем расскажем далее. Давний вопрос. В Кисловодске на месте старого кинотеатра появится культурный центр. Чего ждать курортникам? Рука помощи, как беженцы из Донбасса обживаются в Невиномыске. И клубника в начале апреля, и арбузы на Новый год. Чем еще удивятся ставропольские фермеры? Об этом мы не только расскажем далее. Мы продолжаем. Губернатор Владимир Владимиров ответил на вопросы ставропольцев в прямом эфире. На базе Центра управления регионом прошла прямая линия главы края в соцсетях. Темы обращений были самые разные. ЖКХ, качество дорог, коронавирус, новый учебный год. Владимиров взял на контроль выдачу льготных лекарств. Поручил администрации Песегорска решить проблему с затянувшимся капремонтом дома по проспекту Ленина. А также поставил задачу наладить работу автобусов в Новоалександровске. Жаловались жители и на засилье Амброзии. Возлагается ли на администрацию обязанность по выкашиванию Амброзии? Да, возлагается. В минеральных водах ее просто леса. Аллергия мучает нещадно, администрация ничего не делает. Вячеслав Станиславович, я понимаю, что вы глава Новый, но тем не менее, эти болезни муниципальных округов и городских округов, я вас попрошу сразу на них реагировать. Если необходимо, закладывайте больше денег. А сейчас просто разберитесь, что у вас происходит с Амброзией. Длилась прямая линия около часа и по итогам Владимиров рассказал, что осенью общение с жителями края будет проводить чаще. Наверное, все-таки упрощает, даже нет, расширяет возможности достучаться до властей в лице губернатора, в лице правительства, в лице муниципальных образований. Сегодня у нас нормально работающая команда. Я уверен, что вот эти все вопросы, поверьте, их все за один день не решишь. Я понимаю, что аппетит приходит во время еды, что нам надо работать. И мы все равно от работы не откажемся, пока мы здесь находимся. Но сформировать видение бюджета 2023 года, сформировать задачи себе на 2023 год, это позволяет только такие прямые линии. Результаты после прямой линии не заставили себя ждать. В станице Новомаревской по поручению Владимирова проверили амбулаторию. Ставропольцы рассказали главе региона, что в населенном пункте нет стоматолога для взрослых. На место выехал министр здравоохранения Владимир Колесников. Выяснилось, в медучреждении есть опытный врач, готовый оказать квалифицированную помощь. А в экстренных или тяжелых случаях пациентов направляют в Шпаковскую районную стоматологию. Здесь работает прекрасный специалист уже на протяжении шести лет, который имеет сертификат специалиста как взрослого, так и детского стоматолога. Имеет право осуществлять эту деятельность. Претензий к ее компетенциям, к ее возможностям, к оснащению кабинета стоматологического в станице Новомаревской у нас абсолютно нет. В этом году амбулатория в станице Новомаревской вошла в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. В медучреждение закупят новое оборудование. А вот житель Ставрополя пожаловал Савладимирову на сухие деревья около дома на улице Ленина. Губернатор региона поручил главе города Ивану Ильянченко разобраться в ситуации. Деревья спилят в течение недели. Ну а в Кисловодске возведут новый культурный центр «Россия». Но перед тем, как закладывать фундамент, нужно снести старый кинотеатр. На стройплощадке побывал губернатор во время рабочей поездки по курорту. Старое здание построили в 70-м году, но в последние 10 с лишним лет оно стояло заброшенным, ветшало и благоустроенности курорту точно не добавляло. Экспертиза постановила, что проще снести и построить новое здание. По плану в комплексе будут концертный зал, библиотека, кинозалы, аудитории для конференции. И все это должно стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Кисловодска. Сейчас мы продумываем вопросы остановок, стоянок, вопросы функциональности, возможности здесь проводить мероприятия российского уровня, обучение. Обязательно, чтобы в Кисловодске появилось место, притяжение, в котором можно провести саммит, например, в страну Брикс и Шостом, или там, не знаю, там, выездной за СНО. Ну, хочется такое, чтобы на Кавминводы мы построили маршрут. Уже есть опора, где учим всю Россию. Мы хотим, чтобы вся Россия могла собраться и решать какие-то политические, экономические вопросы у нас на Кавказских минеральных водах. На строительство федеральный центр выделил около 4 миллиардов рублей в рамках программы развития СКФО. Сдать объект планируют в 2025 году. Проект прошел все необходимые экспертизы. Мы сейчас в течение этого года начинаем подготовительные работы. Будем сносить старое здание, которое, к сожалению, не может быть восстановлено. Ну, а в Край станет вдвое больше баков для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона. На закупку больше 43 миллионов рублей выделена Москва в рамках нацпроекта «Экология». Распоряжение уже подписал премьер-министр Мишустин. Благодаря субсидии Край сможет купить свыше 2,5 тысяч баков для так называемых «чистых отходов». Это те, которые потом можно использовать как вторсырье. Где-то в территориях баки добавят к уже стоящим, а где-то поставят впервые. Сейчас таких контейнеров 2,5 тысячи. К слову, это не единственная заявка, которую одобрили от Края. Еще почти 900 баков закупят в следующем году благодаря поддержке Минприроды России. Ну а тем временем полгода прошло с начала военной спецоперации. За это время на Ставрополье приехали сотни вынужденных переселенцев. Многие до сих пор остаются в пунктах временного размещения. Как живут сегодня, устраивают быт и готовятся к первому сентября. Кира Мартынова собрала истории беженцев в Невиномыске. Иди сюда. Кися. Кися, будем с кися играть. Кися. Не бойся, не бойся. Милаша, будешь гладить кошечку? Подходите, глади кошечку. Кошка Маркиза – любимица всей местной детворы. А вот Мася предпочитает гостям уютное место под кроватью. В апреле питомцы вместе с хозяйкой Аленой и ее большой семьей бежали к нам из Мариуполя, где несколько месяцев просидели под обстрелами в коридоре съемной квартиры. Молились, скажу честно. В каждой комнате была написана молитва и втыкали в стены. Так и жили. Когда сильно страшно, сильно молились. Нас в Ставрополье уже адаптировались, тем более Невиномыск располагает тихо и спокойно. И люди отзывчивые, рассказывает Алена. Что надо, ты подходишь, все решается на месте, все тебя выслушают. Где спать, крыша над головой, тепло. У детей есть несколько пар, на которых они могут делать уроки. Но до сих пор пугают грозы. И все еще иногда плачет. За всеми скучаем. Абсолютно за всеми. А много там осталось? Ну, мама, брат, прежде всего. И сестра в Горловке. Там вообще сейчас месиво. А их сюда как-то перевезли? Нет. Никак. У нее-то муж. Она его бросить не может. Потому что его не вывезут. Тоже двое детей. По шесть лет. Муж Алены уже устроился на работу. Семье помогли обзавестись необходимыми вещами. Обновки у дочери Алены Виктории. Рюкзак и констовары. Вот так. Там уже все книги. Уже выдали книжки. Вот обложки такое мы попросили. Я составляла списки. Я старшая третьего этажа. И составляли списки то, что нужно. Всем нужны, конечно, обложки, ручки. Такое с канцелярии. Потихоньку обживаются Елена и трехлетний сын Ваня. Они попали в ПВР около месяца назад. Бежали из Славенска. Мы пережили 14-й год. Поэтому мы надеялись, что все закончится как в 14-м. Очень быстро. С надеждой в душе жили. Ну, а куда уже совсем стало невыносимо. Естественно, приоритет ребенок. Его спасали. Сейчас в пункте временного размещения 86 человек. Многие устроились на работу. Людям наладили быт. Они получают медицинское обслуживание, психологическую помощь. Также помогают с оформлением необходимых документов. 1 сентября школьники сядут за парты в местное учебное учреждение. Малыши отправятся в детский сад. Жизнь в ПВРе течет в своем размеренном русле. Время приближается к полудню. Те, кто работает уже на своих местах, мамочки занимаются своими делами. Детвора играют на площадке во дворе или в игровых комнатах. А в столовой тем временем накрывают столы к обеду. Здравствуйте. А что сегодня на обед? У нас на обед сегодня окрошечка. Вот, готовим. А что еще? У нас макароны отварные, курица жареная. А окрошка у нас прямо идет очень. С удовольствием прямо на ура. Беженцы не остаются в долгу. Стараются поддерживать порядок, помогают руководству ПВРа. И прежде всего друг к другу. У людей есть старшие на этажах, которые выбраны были же самими жителями. Вот, они достаточно активно помогают в решении вопросов. То есть, через них эти вопросы рассматриваются. Вот, они же их сами решают. Мне нравится, как относятся люди к правилам проживания у нас в ПВР. Некоторые пока планируют остаться на Ставрополье. Строят планы на ближайшую жизнь. Искренне желают удачи людям. Кира Мартынова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Другим темам. Новогодний стол с оливье, с селедкой под шубой и свежим арбузом. Накрыть такой поможет фермер из Кировского округа. Он уже пятый год экспериментирует с новыми сортами полосатой ягоды. У агрария на поле она и леопардовая, и тигровая. Виктория Шкальная приехала на Бахчу удивляться. Если он видит арбуз, что он не вытянет, например, четыре плода, то один или два он может скинуть. Каждое утро семьи Жигановых начинается в 4.30. Уже больше 30 лет фермеры осваивают искусство работы на земле. Владимир начинал с выращивания зерновых. После передал бразды правления сыновьям. И вот уже пять лет выращивают бахчевые культуры. Арбузная культура, она необычайна тем, что она не любит один и тот же участок. То есть нельзя, например, в этом году посадить здесь, и на следующий год опять сюда же посадить арбуз. И вот каждый год мы отводим от семи до десяти гектар под арбузную культуру. Чтобы урожайность была хорошая, следить за содержанием полосатых нужно особенно тщательно. За сезон на гектар бахчи нужно, внимание, 300 кубометров воды. Для сравнения, среднестатистическая семья за месяц расходует около 12 кубометров. Так, благодаря капельному поливу, под особым присмотром оказывается каждая ягода. Ранней весной мы укладываем специальную светостабилизированную пленку. Под ней находится капельная лента, которая через каждые 20 сантиметров содержит эмиттеры. Через эмиттеры вода подается в определенном количестве. К разным сортам арбузов требуется свой подход. В этом хозяйстве фермеры испытывают виды, которые еще не приобрели популярность на рынке. Сейчас на поле соседствуют 25 наименований. В прошлом году мы испытывали в нашем хозяйстве данный сортотип. Показав хорошие результаты положительные, он вышел под названием «Шрек». Чтобы определить, прижился ли сорт на Ставропольской земле, фермеры пробуют не менее 10 арбузов. И только убедившись в качестве партии, полосатые отправляются на продажу. А этот необычный леопардовый арбуз – гордость российской селекции. Называется он «Русская березка» или «Холодок». Такое название носит потому, что даже в холодное время года радует своим вкусом. Этой ягоде дозревать еще примерно 20 дней. И храниться такой арбуз может до 4 месяцев. Поэтому, если сберечь эту ягоду в холоде, ею можно будет украсить даже новогодний стол. Арбуз, который мы видим здесь, называется «Там-там». Чем он интересен? Во-первых, внешне он отличается от привычного, для нашего взгляда, арбуза Кримсона, который мы видим. То есть он полосатый и похож на тигренка. Я все время хочу вам серединку отрезать. Кушайте хоть так, угощайтесь. Я первый раз пробую арбуз прямо с поля. Вы не обманули насчет вкусовых качеств. Правда, очень сладкий, вкусный, сочный, то, что надо. Экспериментируют фермеры и с другими культурами. Сейчас высаживают клубнику. Зреть она будет в специальных парниках. И чтобы облегчить труд домочадцев, в ход идут даже пистолеты. Такое агро-орудие, которое представляет собой трубу метровую диаметром 50. И такой вот клюв, который раскрывается с помощью рычажного механизма. Он очень сильно облегчает посадку. Доверили эту незамысловатую операцию и мне. Клюв нужно погрузить в почву, забросить рассаду и нажать на рычаг. У нас очень ранняя сорта. Самый нам понравился сорт Клэри. Очень хороший, сладкий. Ну, людям тоже нравится. Все фрукты и овощи продают сразу с полей в Кировском округе и ближайших территориях. Поэтому в планах аграриев расширится, чтобы кормить все Ставрополье. А уже оценили вкус летней ягоды Виктория Шкальна и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Один из кировских арбузов доехал и к нам в редакцию. Сладкий, ароматный спас перед эфиром вечно голодных журналистов. Ну, а вот такой нам запомнится уходящая неделя. Это были итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»